Здравствуйте! Сегодня я продолжу разговор о своей таблице классов глаголов. Сегодня речь пойдет о классе 14. Вот вы видите перед вами мою таблицу, повернутую к вам как раз этим классом. И вы видите, что этот класс, он разделен на множество подклассов. Причем есть класс 14а. А вот что касается дальше деления, то я не стала делить так 14b, 14v, а взяла и разделила b еще на 5 подклассов. Интересно, почему я так сделала? Спросите вы. Я вам расскажу. Ну давайте по порядку. Давайте смотреть сначала на классы А и посмотрим, какие же глаголы туда входят. И вы видите, что туда входит глагол начать. Это пара совершенного вида к глаголу начинать, начать. Все этот глагол в общем-то знают хорошо. И дальше глаголы, которые не так сильно хорошо знают. Вот есть глагол мять, глагол сжать. Причем если вы бросите взгляд на примеры в классе 14b1, то вы увидите, что там тоже есть сжать. Но есть разница. И в классе 14а это тот сжать, который мы употребляем, когда мы говорим про сельское хозяйство. Осенью собирают урожай и употребляем этот глагол, когда говорим о зерне, что его надо сжать. И наконец в этом же классе глагол раз 5. Вот наступила Пасха совсем недавно, и этот глагол был актуален до того, как она наступила. Давайте посмотрим, что же здесь нужно делать, чтобы от основы инфинитива образовать основу настоящего времени. И мы что видим? Мы видим, что нужно от основы инфинитива, помните, да, что основа инфинитива это весь инфинитив минус инфинитивный показатель или суффикс. В данном случае это у нас Т мягкий знак. Вот мы его сейчас отнимем и возьмем, посмотрим все глагол по порядку. Значит, начать. Нача, суффи, это у нас основа инфинитива. Отнимаем по правилу А, гласный, конечный, остаемся с нач и прибавляем к этому нач согласный на. И у нас такая основа образовалась, начн. И дальше мы смотрим, что у нас тут сказано про схему ударения в настоящем времени. Ну, в настоящем будущем, да, мы всегда говорим, потому что будущее от глаголов совершенного вида — это формы, которые очень похожи, практически идентичны с формами настоящего времени, но означают будущее время. Ну, смотрим, что здесь. Вот схему ударения видим В, что означает, что во всех формах ударение на окончании. Ну, или на тематическом, тематическом гласном, соединительном гласном, там, где он у нас есть. И что? И получаем. Я начну, ты начнешь. Помним, да, что когда у нас ударение на этом тематическом гласном, то если глагол находится в желтом поле, а наш класс рассматриваемый сегодня находится в желтом поле, вот видите, там совсем маленький кусочек зеленого, это только вот этот зеленый, это и есть второе спряжение, где другой соединительный гласный. В данном случае этот гласный у нас Е, и вот он становится Е, как только он становится ударным. Продолжаем, да, я начну, ты начнешь, он начнет, мы начнем, вы начнете, они начнут. Вот мы и проспрягали глагол начать в будущем времени, потому что для настоящего времени этот глагол не годится. В таком случае нужно вспоминать его пару несовершенную вида, которые относятся к первому классу этой таблицы глаголов. И там будет «я начинаю», там совсем другая основа настоящего будущего времени, но там и не настоящее время. Ну, давайте смотреть дальше. Дальше мой глагол у нас «мять», все помнят, что такое «мять», да? Кстати, хочу сразу заметить, что вот те глаголы, которые тут перечислены в этом, в четырнадцатом классе, вот они только и относятся к этому четырнадцатому классу. Я потом немножечко еще остановлюсь на том, какие сюда относятся, какие не относятся, и как определить, какие к этому классу относятся, к каким другому, хотя там, в общем-то, очень похоже то, что происходит перед, то, что мы видим перед суффиксом инфинитива. Так вот, все вот эти, которые тут есть, и плюс те, которые от них образовались с помощью приставок. Ну, если мы посмотрим на «мять», да, это вот «мять» без всяких приставок. Ну, больше, наверное, мы употребляем «помять», «измять», да, чем просто «мять». Так вот, и «помять», и «измять», и «смять», и еще там какие-то могут быть приставки. Вот они все относятся с приставками, эти глаголы, к этому классу 14А. Ну что, посмотрим, что у нас тут получается в настоящем времени. А что получается? Получается, что как только мы отнимаем гласную А, а у нас она в графическом изображении «я», то остается у нас всего-навсего мягкий «ми», да. Ну, прибавляем к этому мягкому «ми», «на», который твердый, и получаем «мна». Вот она и есть, вот это наша основа настоящего времени. Ну, «мять» – это глагол несовершенного вида, поэтому, прибавляя окончание настоящего времени, мы и получим форму настоящего времени. И схема ударения, она одна для всех глаголов этого класса 14А. И таким образом мы получаем «я мнут», «мнешь», «он мнет», ну и так далее. И что касается «жать», то все то же самое, операции та же. Отнимаем от основы инфинитива «а», остаемся только «ж», прибавляем «на» и получаем «я жну», «ты жнешь», «он жнет», «мы жнем», «вы жнете», «они жнут». Ну, не знаю, кому из вас потребуется такой глагол или вашим студентам редкость. Ну, если только мы будем читать какие-нибудь тексты 19-го или там более старые, 19-го века или еще старше, тогда, может быть, какая-нибудь там крестьянка и скажет, что «я жну», «не мешайте мне». И что касается теперь глагола «распять». Ну, вот и «начать» и «распять» – это глаголы совершенного вида. И то, что мы сейчас будем делать, это, в общем-то, будет будущее время. Ну, опять глагол специфический, и вряд ли кому-то из нас понадобится или нашим студентам употреблять его в личных формах. Ну, мы все хорошо знаем, что это значит в чисто, в прямом смысле. Ну, иногда можно представить себе употребление в переносном смысле, ну, там какой-нибудь, я не знаю, человек выступает с невероятной теорией, всем она кажется абсурдом, все пишут и говорят, и клеймят, и говорят, насколько она неприемлема, эта теория. И в результате получается, ну, наверное, то, что мы можем обозначить, как что человек этот подвергся тому, что обозначается глаголом «распять». Ну, это будет в метафорическом таком употреблении. Не знаю, как в других языках, вы посмотрите, ваши студенты вам расскажут, если это будет актуально, но в норвежском это возможно, такое метафорическое употребление этого глагола. Давайте все-таки посмотрим, тем не менее, что там у нас происходит в основе будущего времени. Мы следуем нашему рецепту, написанному тут в третьем таком секторе нашей таблицы под классом 14А, вернее, в классе 14А. И мы видим, что отнимаем мы А, который у нас графически представлен, как я, от основы инфинитива, остаемся с корнем, даже это не корень, это тут у нас приставка кусочек, кусочек чего-то. Распь. И прибавляем к этому НО, и получаем РАСПНО. И тогда я РАСПНО, ну и так далее. Не буду утомлять ваши уши тем, что все равно вы, наверное, не употребляете. Давайте посмотрим, что происходит в прошедшем времени с этим классом. Здесь мы видим, что все очень легко и просто, что в этом классе основа прошедшего времени, она полностью и целиком совпадает с основой инфинитива. Вот вы видите тут в боговке инф. И смело прибавляем к этой основе инфинитива наш суффикс прошедшего времени L и окончание там, где они нужны. Здесь только нужно следить за схемой ударения. Ну тут вот глаголов всего-навсего раз, два, три, четыре, а схема ударения целых две. Ну вот, что касается глагола начать, то для него характерна схема ударения С или С. А для этой схемы ударения мы знаем характерно то, что в женском роде ударение на окончании, а в остальных формах ударение на основе. Ну и казалось бы, казалось бы, что когда на основе, то там, где в инфинитиве. А нет. В этом глаголе ударение переезжает на первый слог. Таким образом он начал, и она начала. И они начали, и оно начало. Ну, в просторечии вы знаете, слышали, наверное, говорят, да, с ударением там, где в инфинитиве. Но в кодифицированном языке, в общем-то, нет. Поэтому ударение нужно, про ударение нужно рассказать. Что касается остальных трех, то в них у всех схема ударения А, то есть там, то есть на основе. Ну, для мяч-жать понятно, ударение всегда будет на том единственном гласном, который у нас в основе есть. Значит, он мял, она мяла, оно мяло, и они мяли. Или там он жал, она жала, оно жало, и они жали. Ну, и то же самое касается раз 5. Там ударение остается на основе, в том месте, где было в инфинитиве. Ну, вот это все, что касается класса 14А. Теперь давайте все-таки посмотрим на все примеры сначала во всех этих подклассах В. И 1, и 2, и 3, и 5. Я пока что перепрыгиваю через 4. Вы поймете, по какой причине. Ну, в общем-то, даже и В1, наверное, я оставлю на потом. А пока посмотрите на В2, В3 и В5. И что вы видите? Я надеюсь, что вы видите, что перед суффиксом инфинитива у всех этих примеров моих, а как я вам сказала, вот они только есть, другие глаголы не входят сюда, в этот класс. Вот у всех у них есть НЯ перед этим суффиксом инфинитива. И что тут интересного происходит? Тут я вам должна рассказать один секрет. Вот смотрите. Возьмем класс В2. И что мы видим? Отнять, извините, поднять, обнять, снять. Мы видим, что перед этим вот НЯ у нас приставка. Это от или под или облицы. А что значит это НЯ? А Бог его знает. По крайней мере, корня такого НЕ нету в русском языке. Глагол у нас вообще без корня. Приставка и что-то, и суффикс инфинитива, и всё. И вот вам весь глагол. И есть в русском языке глаголы, которые сильно похожи на эти. Но все эти глаголы, которые имеют НЯ перед суффиксом инфинитива, они имеют корни. Они имеют корни, ну, например, если мы вспомним такой глагол, как равнять. Сравнять, уравнять, ну, вот это. И мы что видим? Что там есть корень ровный, равный, равный. Равный, да, вот этот. Поэтому не относится тот глагол к этому классу. Уравнять, равнять, сравнять, равнять, приравнять. А это всё первый класс. Равняю, приравняю, сравняю, сравняешь и так далее. Есть другие глаголы. Вот я тут посмотрела в словаре в обратном и выписала некоторые. У них мало на самом деле, но есть. Вот, например, есть такой глагол, как, например, устранять. Устранять. Тоже есть корень там. Приставка-то У. Устранять. Устранять, делать странным, отторгать. И то же самое. Это не 14 класс, это первый. Устраняю, устраняешь и так далее. Или пленять. Тоже глагол нанять, да. Но есть корень плен. Поэтому то же самое, первый класс. Или, например, стеснять. Да, приставка С. Корень тесный. Ну, тесный. Стеснять. То есть, тесниться. Самому. Самому. С собой. Утеснять, притеснять, стеснять. Или кого-то стеснять. Или стесняться самому. Есть корень. Есть корень. А раз есть корень. Вполне себе понятный из корпуса русского языка. Я не имею в виду тот корпус, которым вы, наверное, все пользуетесь. Который существует тут в интернете. Я просто имею состав русского языка. Вот что в нем есть. Так вот, есть такой корень. Тесн, да. Тесн, теснить, тесно. И поэтому вот эти глаголы с этими разными приставками стеснять, притеснять, они не относятся к нашему 14 классу. Так вот, смотрите. Я оставлю за рамками лекции свои соображения, что такое «не». Они у меня есть, эти соображения. Но я вам их сейчас не расскажу. Просто скажу, что в этих глаголах нету русского корня. И давайте смотреть теперь дальше. Мы начали смотреть на 14b2. Правильно? Так вот, значит, здесь правило какое? Правило образования основы настоящего или будущего времени. Мы должны отнять гласный «а» или вот графический у нас тут у «я» везде от основы инфинитива и прибавить. Что мы должны прибавить? Мы должны прибавить «им». А почему это «и» возникает? Ну «и» возникает потому, что получается слишком много согласных у нас тут в купе. Поэтому надо их как-то произнести и легче с «и». То есть появляется такая беглая гласная «и». Давайте посмотрим. Значит, отнять. Основа инфинитива «отня». Отнимаем «я». Сидим с «отнь». Заметьте, «ни» у нас мягкое. Поэтому и вполне себе подходит здесь. Ну и прибавляем то, что нам тут сказано в правиле «им». И получаем «отним». Дальше. Смотрим на схему ударения. Она у нас тут для настоящего будущего времени схема «с» или «с». Как, не знаю, вы произносите. И моя мама произнесла бы, наверное, «с». Все-таки. Так вот, эта схема «с», она нам что говорит? Что в первом лице единственного числа ударение у нас должно быть на окончании, а во всех остальных формах на основе. Ну, так оно и есть. Я отниму, ты отнимешь. Вот на этой беглой гласной ударении. Он отнимет, мы отнимем, вы отнимете, они отнимут. Ну и так со всеми глаголами поступаем. Поднять. Я подниму, ты поднимешь и так далее. Я обниму, ты обнимешь. Я сниму, ты снимешь. В прошедшем времени. В прошедшем времени все замечательно. Вообще во всем этом классе у всех совпадает основа прошедшего времени с основой инфинитива. Берем основу инфинитива, прибавляем суффикс «л». Смотрим схему ударения тоже «с» для этого подкласса, что означает, что ударные окончания только в форме женского рода и в остальных на основе, и спрягаем себе, делаем форму. Отняла. И дальше интересно. Отнял. Отнял, отняла, отняли. Я думаю, что я слышала «отнял». Наверное, это все-таки такое больше просторечное. Дальше. Подняла. Подняла, поднял. Подняли. Подняла, наверное. Обнять. Обнял. Обняла. Обняла, обняли. Снять. Снял. Сняла. Сняла. Сняли. Ну вот, распрягали. Давайте вернемся к 14b1. Вот есть у нас такой глагол «взять». Все его хорошо знают. Это пара совершенного вида к несовершенному виду глагола «брать». Они, в общем-то, совершенно разные и по внешнему виду эти глаголы, и по классу, к которому они относятся. Ну вот «взять» у нас здесь, и всего два глагола «взять» и «жать». Но «жать» не в том значении, в котором это было в классе 14a, а в другом значении. Например, «жать руку» при приветствии. Ну и что мы видим? Мы видим, что в нашем секторе, где описывается правило образования основы будущего или настоящего времени, мы видим все то же самое. Что касается для всех абсолютно подклассов этого класса, без исключения, мы убираем ту гласную «а», которая у нас остается в основе инфинитива после удаления суффикса инфинитива. И таким образом у нас была основа инфинитива «взять». Удаляем «а», который у нас графический «я» во всех этих глаголах этого класса. И остаемся с «зи», при этом «зи» мягкая. Ну, чтобы сохранить эту мягкость «зи», мы обозначаем ее мягким знаком. Должны мы при этом прибавить «м» после «зи», а «м» она у нас твердая. Ну, чтобы сохранить мягкость «зи», пишем мягкий знак там, прибавляем «м». И получается так много у нас всяких тут согласных, что просто сам Бог велел их как бы немножко разбавить гласным. Ну и приходится нам воспользоваться услугами беглого гласного. И поскольку «в» у нас твердый, то используем то, что я в фонетике называю для своих темным или низким гласным «о». Он тут подходит после «в» очень хорошо. Таким образом мы получаем основу «возьм». И уже к этой основе прибавляем окончание и все, что там нужно. Ну и что нужно, это нужно соединительные гласные. Смотрим схему ударения «б». Таким образом соединительные гласные в желтом поле у нас «ё». И склоняем, спрягаем. «Я возьму, ты возьмешь». «Он возьмет, мы возьмем». Вы возьмете, они возьмут. Вот такой глагол, про который все знают, но не очень понимают, почему он такой странный оказывается в своей форме будущего времени. Вот всё потому, что относится он сюда, к этому классу, к 14-му, где у нас глаголы без корней. Или «не» на что-то указывает, но на что я вам не расскажу. Хорошо, будет мой секрет пока. Ну вот, дальше смотрим. У нас был глагол «жать», он ещё остаётся, мы с ним ещё не поработали. Давайте посмотрим. «Жать», вот тот, который «жать руки» при приветствии. То же самое мы отнимаем «а». Здесь остаёмся с «ж», прибавляем «м», получаем «жму». И дальше жмёшь, жмём, ну и так далее. Смотрим теперь на прошедшее время. Основа прошедшего времени равна основе инфинитива, а вот схема ударения – две. И здесь просто нужно знать. Взять «взял а», то есть схема ударения «с», взял, взял, взяли. А, «жать а», два глагола, две схемы ударения. Очень легко всё запомнить. Взять схема «а», первый глагол, первая буква алфавита. И «жать», второй глагол и схема ударения «с». «Жать», «жал», «жал», «жали». Ну что, давайте перейдём теперь к классу 14b2. Мы поговорили уже о b3. И обратите внимание, что в b3… Нет, мы не про b3, мы не говорили. Мы как раз говорили уже про 14b2. Правильно? Да, поговорили про b2. Вот. А теперь давайте поговорим про b3. Там интересные вещи происходят в некоторых глаголах, то есть в одном, в двух. Ну, давайте посмотрим. Значит, там у меня три примера, ну и три глагола. Понять, занять, принять. И то же самое. Когда мы образуем основы настоящего или будущего времени, то отнимаем а. И в данном случае мы не прибавляем ни n, ни m, а мы отнимаем тот n, который у нас есть, и заменяем этот n на и и m. То есть m, оно все равно прибавляется, но перед этим прибавляется еще i. Этот i, он, можно сказать, чередуется с мягким не. И смотрите, что у нас получается. Значит, если мы возьмем понять, а это у нас совершенный вид, кстати, значит, то, что мы делаем сейчас, это основа будущего времени. Мы удаляем я, графическую или фонетическую а, удаляем согласные, мягкие не. Вместо него мы прибавляем i. И плюс еще прибавляем то, что в этом классе вообще прибавляется. Прибавляется, значит, либо m, либо n, в зависимости от подкласса. И в данном случае прибавляем m. Но, заметьте, что вот во всех этих b, 1, 2, 3, 4, мы везде прибавляем m. Вот поэтому-то я их и не стала делить на b, v, g, d, а разделила на 1, 2, 3, 4, 5. Но давайте вернемся к этому b3. Значит, прибавили мы i и m, и сидим мы с чем? Сидим мы не с носом, а с основой пойм. И дальше смотрим на схему ударения в настоящем будущем времени. У нас тут их 2, b и c, или c. И в данном случае схема ударения b, то есть соединительный гласный йо. Я пойму, ты поймешь. Он поймет, мы поймем. Вы поймете, извините, они поймут. Дальше. Дальше занятия. Все то же самое. Удаляем от основы инфинитива я, удаляем, вернее, вместо не прибавляем их, ну и прибавляем по правилу общему m. И получаем займу. И что? Схема ударения b. Я займу, ты займешь. Он займет, мы займем, вы займете, они займут. И дальше остается у нас глагол принять. Принять. Поступаем с ним пока что так же, как и с другими. Удаляем я, удаляем, меняем не на и, прибавляем м. На самом деле, этот ий, он опять уходит. Он уходит, и мы не пишем прийму. Мы пишем и говорим прийму без ий, и примешь без ий. И, в принципе, можно было бы его, наверное, вообще выделить в какой-нибудь 14b6. Ну, вот я решила его оставить здесь. И еще что интересно с этими. Еще интересно с этими b2 и b3, то, что у них пары, вот смотрите, отнять, поднять, обнять, снять в b2 и в b3, понять, занять, принять, все они совершенного вида. А вот их пары несовершенного вида, они все с суффиксом им. Смотрите, отниму или не с суффиксом, или с частью корня. Смотрите, мы вот когда образовывали основу-то в настоящее будущее времени, мы прибавляли это им, да, или ему там, но все равно им. И поэтому легко тут запомнить, что как только у нас глагол этого класса отнять, класса b2 или класса b3, понять, и нам нужна пара несовершенного вида, то пара эта будет с им. Отнять, отнимать, и все они с им в инфинитиве, они все первого класса. Отнять 14b2, отнимать первый класс. Поднять 14b2, а поднимать первый класс. Обнять, то же самое, обнимать, снять, снимать, и понять, понимать, занять, занимать, принять, принимать. Все вот эти имать глаголы, они все относятся к первому классу. Так, что здесь еще интересно? А, ну еще нужно посмотреть на прошедшее время. Тут оно у нас совпадает основу с инфинитивом. И схема ударения c, то есть только женский род у нас ударение имеет на окончании, а все остальные на основе. И таким образом он понял, она поняла, оно поняло, они поняли. Она заняла, он занял, они заняли, оно заняло. Она приняла, он принял. Ну, кстати, здесь ударение перетягивается на приставку. И об этом тоже следует сообщить своим студентам. Принял он, оно приняло, и они приняли. Ну вот, остается нам рассмотреть b4 и b5. В b4 мы видим только один единственный глагол, глагол изъять. А, вы знаете, да, вообще-то такой глагол бюрократический, юридический, у кого-то что-то надо изъять. И так, чтобы прямо вот употреблять это в личных формах, так это не так часто и нам нужно делать. Даже совсем можно сказать и не нужно, как правило. Но если только вы какой-нибудь судебный пристав, тогда вам нужно будет, наверное, сказать, чем вы будете заниматься тут. Так вот, изъять – это тоже совершенный вид. Таким образом, то, что написано в правиле образования основы настоящего будущего времени, это, конечно, тут речь идет об основе будущего времени. Давайте смотреть. Все то же самое. Отнимаем я или а, графическое я, и прибавляем, собственно говоря, мы прибавляем ма, но вот эта вот соединительная гласная, она и. Ну, потому что за твердая, да? И зы. И зым получаем основу. И таким образом что? Я изыму, потому как схема ударения у нас с. Ты изымешь и так далее, и так далее, и так далее. Не буду утомлять ваши уши глаголом, который все равно вы вряд ли будете употреблять в личных формах. Ну и то же самое, не то же самое, но что касается прошедшего времени, то мы видим, что здесь она совпадает с основой инфинитива, схема ударения А, то есть все время на основе, и таким образом он изъял, она изъяла, и так далее, и так далее. И остаётся только один глагол. Это глагол класса 14b5. Такой церковнославянский глагол. Внять тоже не так часто мы его слышим. Сразу прямо очень сильно запахло Пушкиным, да? Вот там, где сердце трепетное, трепетное вынуло, и так далее, и так далее. Ну, для порядка. Значит, здесь что? Внять. То же самое, это глагол совершенного вида. Таким же образом поступаем с основой инфинитива для образования основы будущего времени, отнимаем Я и прибавляем Е, М, Л в данном случае. Таким образом получается Я внемлю, а схема ударения С. И в настоящем, и в будущем времени. И, извините, и в прошедшем, и в будущем. А Я внемлю, Ты внемлешь, ну и так далее. И в прошедшем времени Он внял, она вняла, ну и так далее, и так далее. Вот всё, наверное. На этом я позволю себе закончить. Мне кажется, что этот класс очень интересный. И особенно интересен он тем, что в него входит очень малое количество глаголов, при этом и очень употребительные, и совсем мало. употребительные, скажем так. Но всех их объединяет то, что, не хочу сказать, нету корня, но очень похоже на то, что нету такого корня, который мы бы прослеживали в других словах русского языка. Как только мы видим, что глагол оканчивается в инфинитиве нанять, но мы видим, что там есть корень, типа того, что я сказала, да, уравнял, сравнял, что там у нас было такое, пенял, стеснял, в смысле, если в инфинитиве, то, да, уравнять, пенять, стеснять, вменять, кстати, да, вот все они имеют корень, менять, мена, менять что-то, и вменяю, да, тоже странный глагол немножко. Ну, так вот, вот тут вот нужно быть внимательными и отличать глаголы первого класса от глаголов четырнадцатого класса. Ну, вот, спасибо вам, всего, до свидания, всего доброго, хотел я сказать, до свидания.